В этом году международный исторический проект «Диктант Победы» состоял для участников из 25 заданий на тему событий Великой Отечественной войны общефедерального и регионального значения. В бланке были вопросы тестового и открытого типа. На выполнение работы организаторы дали 40 минут. В школе номер 12 ученики ежегодно пишут диктант в рамках масштабной акции, чтобы проверить свои знания истории и отдать дань памяти военному прошлому Родины. В организации мероприятия в школе помогали и ребята-волонтеры. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен знать историю своей страны и конкретно то, что произошло в период с 41 по 45 года, это Великая Отечественная война. Это нужно знать за тем, чтобы ни в коем случае этого не повторилось и обеспечить, так сказать, связь поколений. Сложно, но всегда интересно протестировать себя, попробовать свои возможности и всегда есть к чему стремиться. Это как раз шанс понять, что нужно подтянуть в курсе истории. По сложности задания, ну, некоторые среднего уровня, некоторые, конечно, на подкорку памяти не сильно вспоминаются, и поэтому какие-то я просто не помню. Вот. И по возможности вспоминаю, отвечаю. В 12-й школе в диктанте Победы участвуют в основном старшеклассники, которые интересуются историей России или собираются сдавать на экзаменах профильный предмет. В этом году написать диктант изъявили желание около 25 ребят. Мероприятие проходило параллельно в двух аудиториях. Интерес к исторической акции проявляют и педагоги. Очень интересные задания. На самом деле, даже в процессе выполнения этого диктанта узнаешь много новой какой-то информации. Есть разные задания и попроще, связанные с песнями и с городами воинской славы, да, и городами-героями, и известными людьми. В этом году диктант Победы проводится в юбилейный, пятый раз. Акция охватывает все регионы России и зарубежные страны. Всего по Сарову открыли 9 площадок на базе школ. Написать диктант может любой желающий и в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Я тоже хотела написать диктант Победы вместе с ребятами, но, посмотрев тестовые задания, я поняла, что не справлюсь. Вопросы предполагают обширные знания по истории Великой Отечественной войны. Все участники в конце диктанта получили сертификаты, а 20 федеральных победителей исторической акции получат приглашение на Парад Победы и памятные призы.